Нужно еще больше тренироваться, тогда, не знаю, там, как-то контрить. Ладно, поехали, посмотрим, что у нас будет в бою. Ой, как классно, уже бой-то начинается. Ну, поехали, друзья. Итак, в красном цвете у нас будут ребята из США. В синем цвете будут играть польские бравые ребята. Ну, и, конечно же, наши любимые орудники по сетапам. Алексей, выдели нам. Да, Мериториус снова стоит на Т-32, но при этом у команды Лементрейн есть 3-13-90 и 69-ка. И очень тяжелый стап у соперников из Америки, к сожалению. Они решают сыграть в терпильную тактику, которую, ну, редко, когда кто-то любит. Ну, аркада не будет, это мы уже понимаем, судя по сетапам. И, конечно же, в принципе, вроде бы американцы сделали на самом-то деле все правильно. Они не хотели, и, видимо, идти-идти не хотели драться на горе. Судя по сетапам, это будет именно стратежная игра. Леш, по респаунам, все-таки для тебя. Я со многими общался, что же удобнее верх-низ, но для тебя, вообще, как ты считаешь? Как и у всех, конечно же, верхний респаун намного удобнее. Ты заезжаешь сразу на горку, и все хорошо. А нижний респаун ты просто стоишь и терпишь. Ну, знаешь, я вот хочу показать, я тоже много слухов слышал о том, что Нави научились с нижнего респа ломать и рашить через деревню. Мне это сказал не один капитан. Я хотел бы на это посмотреть. Ну, это мы увидим, раз такое есть. Вряд ли они такую заготовку не покажут. Времени еще много, боев тоже много впереди нам предстоит. И если это будет карта у нас несколько раз проигрываться на этой лиге, то вполне себе, вероятно, мы увидим. В общем, симп на ваших экранах. Сосредоточены сейчас выглядят ребята. Понятно, понятно. Первый бой, опять же, первая игра для этих... А, нет, уже второй бой. Ну, на сцене первый раз играют. Да, на сцене первый раз. Ну, к сожалению, еще раз напомню всем, что общая картинка на всех стримах одна, только разное звуковое сопровождение. И, конечно же, на главном стриме также будет работать студия аналитики. Но у нас все-таки нам нужно брать перерывы. Мы здесь с Алексеем вдвоем. Есть у нас степ. Ну, если что-то из нас с Лехой поломается, он в любом случае нам поможет. Также он здесь очень интересно всякие видео снимает. Возможно, какими-то кусочками после чемпионата будем вам выкидывать эмоции, какие-то крики. И самое интересное, что получится снять Макс, мы это вам покажем. Так, ну, начинается уже небольшая атака от Леммингов. Все-таки они решаются пройти под деревни, хотя это немного подозрительное. Значит, здесь, ну, вот у меня уже в голове устраиваются два варианта. Это либо команда будет пытаться делать сейчас какой-нибудь выезд на центр карты. Они разрешаются сейчас по краям для того, чтобы просто увидеть, что здесь нет соперника, а здесь нет соперника, а они где-то в центре и на базе. Либо они попытаются выйти через центр карты теми силами, которые сейчас у команды есть. И двумя танками, двумя АМХ 13-90 попытаются пройти через деревню и стать на захват базы. И после чего уже разыгрывать какой-то такой невероятный раунд, что может, может быть даже. Кстати, не забывайте, что у Леммингтрейн есть наш человек. Конечно же, это Мериториус, который здесь пока что проходит к обучению. И заодно, я думаю, что он очень много вот внес в команду Леммингтрейн, как раз вот игры рукластера. В конце концов, он знал все места, где можно найти там все видео, демки, общается с нашими ребятами. Да, для него это не проблема. Он сделал команду Леммингтрейн ближе к топу, вот это однозначно. Ну и, конечно же, поляки очень хорошо приняли Мериториуса, и у них такая вот очень, ну, настоящая команда. Так, Т-32 выезжает от центра карты, небольшая перестрелка, непосредственно получает дважды пробития, отступает обратно. Нельзя против Т-32 сражаться, тем более их здесь двое. И неплохо, неплохо-то и поджали. И сейчас вот тот самый Т-69, который в начале игры влетел в позицию, стал себе спокойно и ни о чем не думал, кроме того, что просто влезать в позицию. А тут выезжают два танка, и проблем становилось чуть-чуть побольше. И только что симпы показали, что нельзя расслабляться ни на секунду. Ну, на самом-то деле, симпам сейчас нужно думать, что делать. Им не хватает, я сейчас смотрю, вот пытаюсь найти. Нет, есть у них девяностики, им нужно, по-моему, второго девяностика на левый фланг перебрасывать и пытаться то ли маяк немножко отжать, то ли 69-ки с боков понастрелять. Ну, знаешь, как Нави любят там центр поотстреливать, но там 69-ка в сейве, да-да. Здесь нужно в центр идти сейчас. Скорее всего, да. Команде сим необходимо пойти в центр карты. 69-ка уже получила урон. У них есть 32-ка, которая может там классно от башни сыграть. Да-да-да, они могут просто сейчас задавить, получить массу урона. КП-то не забываем. Все-таки 1550 это почти, кроме КВ-5, там КВ-5 толще. И Тигр. Тигр. Ну, Тигр не использует там. Я говорю про танки формат 742. И с третьей. Да. Итого, ну, пока не вижу способов невидимых, что могут сделать. Лемминги, да, еще одна попытка попытаться получить больше информации. Они разделяют вновь 2.13.90. Один из них отправляется на первую линию. Со стороны маяка попытается эту информацию через трубу отработать. Через оптику у него оптика установлена. А второй 13.90 по-прежнему находится со стороны девятой линии. А нет, это центр карты. 2.13.90 в центре. И один на первой линии. Мы ожидали всего, кроме атаки по центру от команды Леммингтрейн. Ну, очень много раз была подобная ситуация, где команды выезжали и там. Как ты будешь стреляться? Ну, вот сейчас заезд стандартный. Есть за себя информацию, да, по первой линии. Это все вроде бы должно прийти, но нет. Вот тут может быть большая ошибка от команды ИСИМП. Им нужно было сейчас самим вот занимать центр. А получается ситуация, когда команда Леммингтрейн займет гору. И сейчас, мне кажется, с этой горки могут еще подраздать. Обычно, когда такая пауза происходит со стороны верхней команды, нижняя должна активироваться. Но она никаких активностей не проявила, простояла. И сейчас горку забирают себе на все время. То есть моя мысль о двух ничейных результатах, в принципе, возможно, где-то ближе и к правде. Ну, посмотрим, конечно, следующую карту. Но эта карта еще не закончилась. И здесь мы не знаем, насколько хорошо стоят СИМПы в дефе своем, вот в таком, в котором они выстроились. Да, деф-дефом еще попробую отстояться. И при этом я еще... Ага, это два Т32. Все, я потерялся немножко, не видел второй Т32. Подумал, где он делся, на карте его нет. Они просто вдвоем стоят. Очень плотная группа, и поэтому у нас накладываются иконки. Небольшое в топ. Знаешь, что происходит в чате Твича? Куплю код на китайца. Ну, кстати, я не знаю, эти ребята могут его, там, засумышать или деньги, наверное, просто. Ну, те, кто его выигрывает. Ну, наверное, Wargaming поступит хитро и будет просто на аккаунт вычислять. Хотя они могут сейчас списаться. Бук, там много чего можно сделать. Ну, мы продолжаем следить за игрой. Есть у нас на H1 ЛТшечка засвечена, но, в принципе, пока что там не в простреле. Ушла за балкон и сейчас будет пропадать из-за света. Ну, и мы видим, что, в принципе, не так много возможностей сейчас для АТА. Да, если по поводу китайца, они никак не перейдут, потому что она сразу пишет свой никнейм в этом. Конечно, в Твиттере, так что все. Так что все. Да, никнейм. Торговля прекращена. Торги окончены, но по-прежнему драка не начиналась, собственно, на этой карте. Времени мало остается. И да, давайте, парни, в деревню, в деревню. Через захват базы, центр и захват базы. Ну, в таком случае, ребят, тоже. Вот это немножко нарушит планы встречи. Встреча, Т1, 13-90. Не пробил. Фейли Твинке делает минус. Харберает до первого. Есть преимущество в Т1 сейчас у команды Симпо. Посмотрим. Все-таки не так много времени. 2 минуты 30 секунд остается у парней. А сейчас будет обратная ситуация предыдущего матча. Если, допустим, сейчас будет ничья, тот, кто выиграет следующую карту, тот и победил. Если никто не победил, все, пошла, смотрит драка. За Твенти выезжает Эл, выезжает Потамака и выезжает Батчер. Ну, там идет холпа. Девяностик идет на помощь своему товарищу. Попал за свет. Он попал за свет. Он сейчас получит больше урона. Батчер зачем стреляется? Дважды получает прострелы.